В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Онлайн-кинотеатр «Премьер» провел во Владивостоке серию познавательно-развлекательных мероприятий, лекции, викторины, кинопоказы и кинорегаты. Большая программа с актерами, режиссерами и продюсерами онлайн-кинотеатра «Премьер». У нас в гостях Марина Катая, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра «Премьер» и Анастасия Резник, актриса сериала «Капельник». Девушки, здравствуйте! Добрый день! 4 июля прошло открытие недели онлайн-кинотеатра «Премьер» во Владивостоке. То есть тут и регата была, и много всего другого. Что вошло в основную программу? В основную программу у нас здесь, в Владивостоке, вошли мастер-классы от Анастасии Резник, от Александра Белова, который является сценаристом «Мир и дружба. Жвачка». Мастер-классы от наших ребят, актеров, самых главных и самых, наверное, здесь известных парней, Егора Губрева и Егора Абрамова. Они тоже зажигали, и это было очень здорово. На улицах Владивостока их встречали, фотографировались. Они делились своим опытом, и на самом деле очень здорово заряжал нас город, и мы старались заряжать город. Также мы посетили Всероссийский детский центр «Океан». Это было, на самом деле, наверное, самое эмоциональное из всего того, что у нас здесь получилось. Даже регата не сравнится с тем общением с детьми, которое у нас получилось, и это на самом деле было очень здорово. Так что большое спасибо Владивостоку за такой теплый-теплый прием. А какие цели, основные миссии пребывания в онлайн-кинотеатре? Онлайн-кинотеатр, он в первую очередь онлайн, поэтому с весны этого года мы решили выходить в офлайн, и знакомиться со своей региональной аудиторией, поскольку только личный контакт, только возможность поговорить с аудиторией дает тебе какую-то новую идею того, что же все-таки производить, какой контент производить, чтобы дойти до зрителей со всех уголков России. Но Владивосток – это финальный город вашей путешествия? Нет, сейчас у нас с вами июль, и это только середина лета, и середина нашего путешествия. Пока у нас есть силы, мы решили добраться до Владивостока, и дальше будем двигаться обратно до Москвы. А в каких городах уже побывали? Мы были в Екатеринбурге, в Казани, в Новосибирске. Сейчас в Казани, например, действует летний открытый театр, где показываются проекты кинотеатра «Премьер», и мы надеемся, что таких летних кинотеатров станет больше по стране, и зритель, который находится в оффлайне, сможет потихонечку через вот такие кинотеатры подключаться к нам и уже переходить к нам в онлайн-среду. Я, кстати, подписана на онлайн-кинотеатр «Премьер». Это приятно. «Мир, дружба, жвачку» я почти посмотрела, а «Капельник» у меня был на очереди. Круто, здорово. Да, но там такой интересный закрученный сюжет в «Капельнике», и я люблю такие вот. Здорово. Вот на самом деле, мне кажется, миссия ещё в том, чтобы получать обратную связь в режиме реального времени от живых, настоящих, вот как бы в процессе, в моменте. Это намного интереснее, тебя ещё больше заряжает для того, чтобы дальше продолжать стараться работать и производить крутые проекты. Анастасия, ну, хочется вопрос вам задать. Вот уже во многих городах вы побывали, вы проводили мастер-классы, да, и как люди реагируют? Классно. Круто, потому что люди приходят, они приходят не с таким, что, ну так, ну расскажите, ну покажите, ну давайте там поговорим. Они приходят уже заряженные, с интересом, искренне что-то спрашивают, дают опять же обратную связь. Это так ценно и трогательно. И вот опять же в океане, я была там пионеркой, поэтому для меня прям, я такие особые чувства испытала в процессе возвращения туда. И такие классные дети, они такие талантливые, харизматичные, открытые. И ты смотришь, они такие вопросы задают, и ты думаешь, боже, как круто, здорово, вот оно, будущее наше. Это вообще супер. Это так настолько заряжает, что просто я вчера весь день была просто в мурашках. Да, под впечатлением до сих пор, мне кажется. Это очень круто. А в чем заключается суть вашего мастер-класса? Как вы с ним работаете? Конкретно моего. Мы просто болтаем в свободной форме, они спрашивают вообще все, что хотят у меня. Многие интересуются вообще актерской деятельностью, карьерой, хотели бы поступать, там, про режиссуру, еще про что-то. И мы просто спокойно, просто разговариваем. Мне кажется, это иногда очень важно, иметь возможность просто поболтать. Я слушаю их истории, там, у кого-то, может быть, сложные взаимоотношения с родителями, они делятся. Это очень для меня ценно, что они мне так доверяют, что-то у меня чем-то интересуются. Это вот обмен энергиями позитивными, поэтому в моем случае мы просто можем там во что-то поиграть, делать какие-то, какие-то, может быть, этюды поделать, какие-то упражнения. Ну и самое главное, просто поговорить, обняться и просто побыть друг с другом рядом. Как вам наш Владивосток? Мы покорены этим городом. На самом деле, наше знакомство с Владивостоком началось через море, через регату, которую мы совместно с Силой ветра провели. Мы, не скажу, что заняли первое место, победил мир дружбы и жевачки, но это было очень здорово. Море благосклонно было к нам, и мне кажется, мы напитались той энергией, которой питаетесь здесь вы, и надеемся, что мы на какой-то общей волне увезем вот эту вот частичку Владивостока, и я думаю, что обязательно вернемся сюда. Анастасия, а вам как? Я здесь уже не впервые, потому что я из Благовещенска, и поэтому я бывала в Владивостоке часто, и мы с семьей, конечно же, ездили отдыхать. Да, поэтому я очень рада вернуться. Я не была здесь лет, мне кажется, 6 или 7, поэтому прям вообще потрясающе. Я обожаю этот город у моря. Раз вы из Благовещенска, может быть, успели заехать домой? К сожалению, нет. В этот раз не получилось. Была в прошлом летом, мы доснимали капельник как раз вот в родном городе, это было тоже очень для меня трогательно и ценно, но в этот раз, к сожалению, по графику не получается. Но я обязательно, конечно, еще приеду домой. Ну, разумеется. Каковы тенденции развития современного кинематографа? Ну, вот так прям. На самом деле сейчас очень хорошее время для отечественного кино. Это время высокой конкуренции, и эта конкуренция порождает возможность зрителю получать очень качественный контент, поскольку в такой конкурентной среде ничего не остается, как делать хорошо. Поэтому сейчас, конечно, идет основная борьба за время зрителя между всеми онлайн-кинотеатрами и не только. И хочется сказать, что год к году бюджеты растут, количество контента, который выпускается онлайн-кинотеатрами, растет. Только мы в среднем в год выдаем 24 новых сериала, а то и больше. Мне кажется, где-то сейчас вздрогнули наши пиар и маркетинг, которые продвигают этот контент. Но мы понимаем, что, войдя в эту гонку, мы не можем останавливаться, поэтому мы активно работаем, поэтому мы в том числе в регионах. И зритель сейчас, он уже знает, что такое качество, он ждет интересных концептуальных проектов. То есть так просто нельзя что-то сделать и думать, что это сработает. Поэтому время хорошее, тенденции таковы, что развиваются все жанры абсолютно сейчас интересны и как комедии, так и триллеры. При этом, если говорить про жанр в целом, его нет в чистом виде. И это тоже нам, как создателям, как участникам такого контента, это очень интересно, потому что та же самая «Мир, дружба, жвачка» — это драмеди, это очень сложный жанр, в котором работать сложно всем, и как сценаристу, так и актерам, поскольку здесь нужно соблюсти баланс между реальной жизнью и той иронией, которая в нашей жизни происходит в рамках тех или иных ситуаций. Поэтому время хорошее, и я очень рада, что мы сейчас творим, делаем, и надеюсь, что будем только расти. На самом деле я вот отмечаю по себе, да, с того момента, как случилась пандемия, когда вообще стала какая-то ерунда появляться на тех или иных платформах, я подсела на наши русские сериалы. Я раньше как-то к ним относилась так скептически, ну, может быть, потому что там еще несколько лет назад мы все привыкли к тому, что смотрели наши мамы, папы, бабушки, дедушки, там детективные сериалы такие, очень штамповые. Да, он не может любить тебя, вот это, да? Да, да, да. А тут я начала один сериал посмотрела, второй сериал посмотрела, третий сериал посмотрела, потому что у меня муж на них подсел, сейчас он мне говорит, нет, я с тобой смотреть не буду, иначе я просто, мне не хватит времени, ну все. Как вы попали в профессию? Ну, давайте с вас начнем. Я закончила социологический факультет МГУ, и мой диплом касался детского кинематографа, развития образа персонажа от советского времени до на тот момент современного дня. И таким образом моя жизнь связалась с киностудией Минюголькова, где я работала в продакшн-компании, и тихо-тихо развивалась в качестве продюсера, и сейчас тружусь в качестве генерального продюсера на онлайн-платформе «Премьер». А у вас, Анастасия? Я вообще по первому образованию англоязычный маркетолог. Я закончила Реуминя Плеханова факультета Международная школа бизнеса и мировой экономики. Да, начала играть в КВН, поняла, что все же сцена и все эти эмоции, которые я проживаю, они меня очень мотивируют и вдохновляют, поэтому поняла, что все же нужно что-то менять в своей жизни. Потом поступила и закончила школу драмы Германа Седакова и стала актрисой. Капельник. Как вы туда попали и что вам дала работа в этом проекте? Я очень сильно люблю этот проект. Мне кажется, он меня никогда не отпустит, потому что это моя первая такая большая и главная роль. И, конечно, этот проект будет всегда занимать особое место в моем сердце и душе. Я попала, как и все актеры, через кастинг, через пробы. Прислали, позвали, прочитала, конечно же, загорелась максимально и начала проходить пробы. У меня даже до сих пор есть это сообщение от кастинг-директора. Она мне написала, что Анастасия, вас утвердили. И я ответила, точно меня? Вы не ошиблись, потому что это, конечно, было просто грандиозное событие в моей жизни, которое очень много поменяло. И обожаю мою героиню, очень ее люблю. Она многому чему научила меня. И благодаря Алка я многому чему сама смогла какие-то вопросы внутренние свои решить и какие-то даже гештальты свои закрыть. Вот так. Да, это интересно. А были сложности? Вот мы говорим о положительной стороне. Были сложности? Безусловно, в процессе мне казалось, что я была уверена в качестве этого проекта. Была уверена в своих потрясающих партнерах. Это Денис Прыдков, Никита Никитин, Саша Ратников. Мой кинопапа, просто мой обожаемый Сергей Степин. Но в себе мне казалось, что моя героиня, я переживала, не получится ли она такой только лишь истеричной. Сможет ли зритель, смогу ли я донести до зрителя, что на самом-то деле все это происходит, потому что внутри нее очень много каких-то проблем и сложностей взаимоотношений с родителями с детства. И все это отложило определенные отпечатки на ее поведение. И то, как она вообще выстроила взаимодействие, свои границы с людьми, какие у нее там ценности и так далее. Поэтому мне было важно в процессе всей работы, чтобы зритель мне поверил. И, конечно, для меня сейчас это на самом деле комплимент, когда мне люди пишут и говорят, что «А мы думали, вы блогер. Мы начали искать, а где 6 миллионов?» А мы думали, а как это? И для меня это, конечно, ну, вау, супер, потому что я вообще не блогер. И, ну, как бы это здорово. Я очень рада получать теплую обратную связь. И много людей писало о том, что они благодаря этой работе тоже чему-то исцелились для себя. И я об этом, конечно, и мечтать не могла от таких. Я так понимаю, это и была главная ваша цель, то, что вы хотели донести, да, этой ролью? Да, конечно, безусловно, этот проект про то, что сейчас мир меняется, у нас появляются новые профессии, новые тенденции. И молодежь очень быстро приобретает те же новые профессии. Поэтому простому зрителю, который с этим, например, не знаком, ему, конечно, интересно заглянуть и посмотреть за кулисье. И все не так красочно, как мы видим на своих экранах, поэтому хотелось донести и показать. И, конечно, для меня самое главное – это вот эта связь со зрителем, что зритель просто верит, это самое главное, что мы его не обманываем. Мы показываем то, как это есть, через свою, конечно, призму, через свое понимание, потому что кино – это вкусовщина так или иначе. Мне кажется, объективно никогда нельзя сказать, ну, вот это плохо, это хорошо, потому что это дело вкуса. Ну да, одному понравится, другому нет. Да, поэтому я бесконечно счастлива, что у меня есть возможность, что у меня такая профессия, что я вообще могу проживать разные такие… Это каждая маленькая жизнь для меня. И я очень рада, что я могу чем-то помогать своими работами. И мы все вместе можем помогать людям исцеляться. Даже могу, наверное, так сказать громкое слово, но это правда так. Через какие-то истории люди видят, что они вообще не одни. И для кого-то кино – это, может быть, вообще единственный собеседник в их жизни, к сожалению. Поэтому я повторюсь, но я очень счастлива, что есть такая возможность. Я знаю, что ради роли в «Капельнике» вам пришлось похудеть там на 5-7 килограммов за месяц. Ну да, было такое. Но это, конечно, не так, что, знаете, там есть артисты, которые теряют по 20 килограммов и приобретают их в том числе. Но для меня это тоже были определенные трудности, потому что нужно было быстрее это сделать. У меня не было так много времени, но ничего так меня не мотивировало. На какие-то еще лишения, я не знаю, что-то. Готовы пойти ради других ролей? Я готова на все. Не, ну как бы я не могу... То есть все зависит от сценария, да, от работы. Когда ты понимаешь, что это драматургически объясняется для чего. Не просто так. Вот знаете, я это могу, поэтому давайте я это в кадре сделаю. Просто так, посмотрите, какая я молодец. Когда ты понимаешь, что это необходимо для твоей роли, для твоей героини, для вашего сценария, это, конечно, один момент. Когда это просто, ну вот смотрите, я могу, я, наверное, как бы... Не наверное, я так не хочу. Поэтому я думаю, что я могу в целом все. Нет, имею в виду, что я готова учиться, конечно, там, чему-то новому ради ролей развиваться. И это здорово. Ну я смотрю, вот, допустим, на вас. У вас шикарные волосы длинные. А вдруг вам скажут обрить голову на высо. Ну я... На такое я готова. Ну как бы, опять же... Кошмар какой. С сценарием. Ну вот в капельнике мне хотели сделать каре и сделать такой, знаете, серый стальной цвет. Мне даже делали пробы грима. И стилист сказала, ну, можете меня увольнять, но я этого делать не буду. И она мне показывает фотографию. И знаете, как это бывает? Я прихожу такая, я готова. Можете прям, вот я захожу сразу, все срезаем и побежали дальше. И она мне показывает фото. Светило так солнышко. У нас были пробы фильма... И светит солнышко, мне показывает фотографию. А там, знаете, прям здоровый цвет волос. Я их еще никогда не красила. И такие прям... И я такая, ой, а они, кажется, вот такие. И я так сразу немножечко... Ну ничего. В итоге мы придумали крутое решение через парики. Это тоже, на самом деле, не просто так. Потому что моя героиня в процессе видоизменяется. И тоже перестает скрываться за всей этой какой-то там яркостью. Перестает, может быть, даже кичиться. И все более в естественных тонах. Более в такую какую-то... В природу свою приходит. Поэтому вот. Марина. Да. Вернемся к онлайн-кинотеатру. Ну мы как бы от него не уходили, но тем не менее. А как проходит работа в регионах? Работа в регионах, она на самом деле... Достаточно масштабная. У нас большая команда, которая... К каждому городу, каждому региону прикреплен свой человек, который входит в доверие, узнает тонкости. Все-таки, конечно, страна большая. И мы уже на себе это почувствовали. Если честно, когда ты после 8,5 часов выходишь из самолета, кажется, что ты уже должен был оказаться в другой стране, на другом континенте. А ты все еще в нашей необъятной России. Ты находишься. Конечно, есть какие-то культурные различия. Есть различия в аудиторном каком-то смотрении, когда где-то заходит больше, например, совсем такой жанр, скажем, комедийный, более народный. Где-то в большей степени смотрят, например, детективные истории. И мы пытаемся понять, почему происходит тот или иной перекос. Часто это бывает, например, связано с маркетингом. Например, ты продвигаешь продукт. У нас есть прекрасный сериал «Юз». Это уже такая, я бы уже сказала, драма про ростовские банды. И историю Ромео и Джульетты, буквально разворачивающиеся в современности. И, конечно, смотрение в регионе Ростова-на-Дону, оно было значительно выше, нежели чем в каких-то других. Но нам хочется донести, что это все, независимо от того, где мы снимаем, мы стараемся, кстати, сейчас снимать, и это очень важно, в самых разных городах по всей России, и в том числе с региональными продакшн-компаниями. Мы снимали и в Нижнем Новгороде, и в Туле, и в Казани, и в Тольятти, и в Сочи, и в Краснодаре. Мы, на самом деле, и во Владивостоке мы тоже уже снимали проект. Да, он готовится сейчас, он уже доснят, и в стадии постпродакшна находится. И вот это все, весь вот этот вот географический массив, который мы пытаемся объять, он нам дает возможность все-таки понять нашего зрителя, который разный, хоть он и российский, но он очень разный. И вот возможность ездить по регионам, открывать летние кинотеатры, общаться лично, получать, как правильно Ася сказала, обратную связь, дает нам как раз вот эту вот богатую возможность нащупать какие-то новые тенденции, новые идеи. Буквально вчера, как мы рассказывали, когда мы были в центре «Океан», проводя мастер-класс, мы с детьми разрабатывали идеи, что нужно сделать, чтобы вот ребята такого возраста, они были от 14 до 17 лет, их было больше 70 ребят, что нужно сделать для того, чтобы их привлечь на онлайн кинотеатр «Премьер». И вы знаете, это были фантастические идеи, которые, я думаю, что некоторые из них абсолютно точно войдут в наши новые фичи продукта или контента. А какой контент предпочитает наш Владивосток? Вы знаете, уже вот на радио мы обсуждали сегодня этот вопрос. Я бы сейчас не сказала, что есть какой-то конкретный проект, который во Владивостоке смотрят, а, например, где-нибудь в Казани нет. Но, конечно, могу вам сказать, что вы невероятно все смотрите «Чебурашку», который доступен на онлайн кинотеатре «Премьер». И, конечно, «Мир, дружба, жвачка». Могу сказать, что за только последний год «Мир, дружба, жвачка» посмотрели с точки зрения продолжительности наши зрители больше, чем 365 дней. То есть люди потратили столько времени на смотрение проекта. Да, «Чебурашку» я тоже смотрела. То есть я тут целый год смотрели. Кстати, если я не ошибаюсь, вообще один из первых проектов, который был на онлайн кинотеатре «Премьер» – это фильм «На край света», который снят в Владивостоке. Вот его не смотрела, надо поискать. Да, он появился как раз, когда открывали онлайн кинотеатр «Премьер». Что, по вашему мнению, делают проекты онлайн кинотеатра «Премьер» успешными? Мне кажется, наш подход, в первую очередь, мы не гонимся за количеством, мы очень тщательно подходим к выбору концепций. Мы понимаем, что сегодня зритель, он уже, как я говорила, точно знает, что такое хорошее кино, и мы стараемся найти оригинальные идеи. Мы открыты, на самом деле, абсолютно ко всему рынку. Мы получаем заявки со всей России, и в среднем в год мы отсматриваем больше тысячи заявок. Это, на самом деле, достаточно большой объем. Не всегда куда-нибудь на субсидии или на поддержку государственную столько заявок приходит. А при этом у нас всего команда из пяти человек, которая стоит на первой линии вот этих вот заявок. И дальше это большая коллективная работа, работа всего онлайн кинотеатра, подрядчиков и тех, кто помогает создавать уже непосредственно на площадке этот продукт. Поэтому успех – это, на самом деле, работа с любовью, как и в любой другой индустрии. Ну и последний вопрос. Какие планы на будущее? Планы на будущее. У нас их много. Уже буквально этим летом в конце у нас выходит второй сезон сериала «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли. Также мы готовим очень большой проект, пятисерийный исторический продукт под названием «Цербер» режиссера Владимира Щеголькова. Из интересного там как раз с точки зрения преображения актеров Тимофей Трибунцев там наберет. И наберет до неузнаваемости. То есть вы знаете, как он выглядит. И роль, которую он там играет, фантастическая. Он уже получил приз на фестивале «Пилот» в Иваново буквально недавно. Также готовится большое на самом деле количество проектов, в том числе, например, «Пацанки», которые очень здорово смотрят у нас на премьере. Мы готовим наш оригинальный проект под названием «Убить Риту». Он также выйдет осенью с Евгением Борзык в главной роли, которая, кстати, тоже на фестивале получила приз, но уже за лучшую женскую роль. Поэтому следите за нашими соцсетями. И мы будем много-много контента предоставлять в течение ближайших месяцев. Анастасия, ну а ваши ближайшие планы каковы? Работать. Работать, развиваться и быть. Просто быть. Такая модная фраза – быть в моменте. Но правда работать. И надеюсь, что у меня будут героини разнохарактерные. Я просто в предвкушении предстоящих мне проектов. Ну что ж, я желаю вам удачи. Побольше зрителей, побольше просмотров. Новых ролей. Ну, а вам новых проектов. Спасибо, Вольфа. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о проектах и работе кинотеатра «Премьер». В гостях у нас были Марина Катая, генеральный продюсер онлайн кинотеатра «Премьер», и Анастасия Резник, актриса сериала «Капельник». В студии работала Юля Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова